Никто не должен лезть в деньги Женька, в деньги Германа. А по поводу Джуси второй момент. То, что он первый человек из Тудрот, с которого есть яйца, который подошел к Женьку и что-то сказал. Вот, потому что я знаю ситуацию изнутри. Снова здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Привет, друзья, это Егоров. В свете последних уходов из Тудрот, сначала Прокопа, потом Крапа, а теперь Джуси, встает вопрос, а не приходит ли крах семье? Крах из-за того, что молодые блогеры хотят зарабатывать деньги. И чувствуют, что у Жеки этих денег очень и очень много. Для ответа на этот вопрос, ответа на вопрос, что же вообще происходит с нашим блогерским футболом, куда мы все катимся, так уж повезло, что на наши сигналы заглянул Брейн. Администратор Сахалинца, друг Литвина, человек, который разбирается во всем медийном футболе и хорошо знает все блогерские команды. В частности, мы так поняли из слов Джуси, что именно он стал инициатором. Или помог ему совершить переход из Тудрот и задать тот самый вопрос Жеке о деньгах. Друзья, это после паузы. А сейчас хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Это легальный и честный букмекер. Это компания, которая помогает, в том числе и мне, и где я сам делаю ставки и публикую их в Инстаграме и Телеграме. Так что проходите по ссылке в закрепленном комментарии, вводите промокод ЕГОРОВ и получаете до 10 тысяч на первый депозит. Ну а теперь обсуждение. Тема очень важная. Действительно. Как будет дальше развиваться медийный футбол и не приходит ли крах Тудротс? Здравствуйте. Слушай, ну я смотрю, сейчас вообще тема слишком сильно ожила по поводу того, кто сколько зарабатывает, кто что делает. Я, короче, полностью уверен, что во всем виноваты команды на спорте, потому что они создали прецедент. Полностью прецедент только из-за них. Потому что они, во-первых, много в чем не разбираются, они сразу вкинули в это кучу денег. То, чтобы платить зарплаты, брать топовых футболистов. Но давайте честно, по контенту шляпа полная, ну согласитесь, то есть, да, и по футболу то же самое. Где там турниры? Слушай, я могу сказать, что пресс-конференции были офигенные. В пресс-конференции вопросов нет. То есть, ну, это вопросов нет по ним. Я имею в виду то, что по футбольному контенту. Именно по футбольной команде и по всему. Ну, ребят, я когда приходил на тот же Тудротс, да, я все время вот как бы круто прошли съемки, да, что напишут в комментариях, что как будет проходить. А сейчас, ну, ребят, мне тоннами пишут новые блогеры, условно говоря, футбольные. Говорят, Брейн, а замути БКшку, да, а как с БКшками подписаться? А сколько можно заработать? А сколько просить? Ну, два года назад такого вообще не было, я честно скажу. То есть, все приходили, чтобы, окей, посвятиться на канале, заработать подписчиков и, ну, как бы, и кайфовать от атмосферы. То есть, только в этом, ну, все было зарято. Я вот, будучи уже достаточно старым человеком, когда сначала Сидос мне написал, а потом Герман, у меня вообще в этот момент о деньгах не было даже мысли. Я просто думал о том, что я куда-то приду, буду пинать просто мячик, не буду сидеть вот так вот целыми днями долбить тексты, а просто можно будет прикольно где-то футбик поиграть и прикольно потусить на тот момент, на тот момент. Слушай, ну, у нас как, смотри, у нас были съемки, мы все перед съемками общались в раздевалке потом, ну, там, у нас было куча тем. После съемок мы ездили кушать, все время обсуждали, чтобы крутого замутить. И сами съемки, они приносили, знаешь, ну, насколько сильный процесс удовольствия. Сейчас, как бы, ну, все реально закрывают пакеты. Просто вот есть 10 пакетов, ты их должен закрыть и все. Во-первых, ничего нового, ничего крутого и все. Все, то есть, ну, я не понимаю медиафутбол сейчас. Слушай, ну, по поводу всех моментов, честно, у блогеров, блогеры уже охуели футбольные. То, что они все хотят денег, только денег. Вот, ну, Женя заслуживает свои деньги железно. Вообще, я просто, ну, не хочу слышать ни одного человека, который будет обсуждать деньги Жеки. То есть, это его деньги, он может вообще ни с кем не делиться этими деньгами. Деньги Германа то же самое. И деньги каждого владельца канала, который это создал, не имеет права обсуждать ни один из блогеров, который залетает на какие-то видосы. То есть, смотри, ты один раз залетел, тебя обсудили, и ты хочешь сразу бабок. Какого черта? То есть, ну, кто ты такой по факту? Слушай, ну, я так понимаю, что, опять же, это какие-то были слухи. Я это вообще нигде не употреблял, нигде не использовал. Что, типа, как будто бы Джуси в этой ситуации чуть ли не вел ты. Делал ему советы, что говорить, когда... Слушай, Джуси написал мне, это правда. То есть, то, что он у меня спросил по поводу, Серег, что ты считаешь? Я ему рассказал то, что есть ситуация с Тудротс, да? То, что ты попросил у Женька деньги, тебе респект. То есть, я это и Жене говорил, и Джуси говорил, потому что это первый человек, который смог Жене подойти и что-то сказать. Блин, там просто тонну народов, которые не могут подойти к Женьку и попросить вообще ничего. То есть, блин, интересно, а что Женек подумает? Слушай, ну, а что он подумает? Ты просто подойди и спроси, в чем проблема. А Джуси Кипер, он первый, кто подошел, показал свои яйца и что-то попросил. Ему за это респект, поэтому я его очень сильно уважаю. Ну, ты только что обратно и говорил. Да, братан, я сейчас тебе, смотри, ты только что говорил то, что было классно раньше, когда вы приходите на футбольные опоры. Да, и только что ты говоришь, что, типа, ни один человек не имеет права вообще обсуждать деньги Жени. Я говорю про то, что он первый, кто подошел к Жене и что-то попросил. То есть, у него есть яйца. Поэтому он подошел к нему, попросил, ему отказали. Я ему сказал одну простую вещь, то, что тебя смогут просто кикнуть из этого. Он сказал, блин, я об этом не подумал, то, что я попросил, и меня могут кикнуть. Я ему говорю, ну, тогда ты должен в первую очередь сам уйти оттуда и все, и развиваться сам. То есть, вот так это все было. Не, ну, подожди, там же история немножко в другом. Его же кикнули не за то, что он попросил, его кикнули за то, что он, типа, фейканул контрактом. Подожди, это разные вещи. Когда ты приходишь и ставишь себя в позицию, посмотрите, я на расхват. То есть, если бы он пришел и сказал, слушай, мужик, ну, если у тебя есть вариант мне 70 тысяч ждать. Ну, реально такая история. Я бы хотел получать зарплату, я готов там прыгать везде, летать и прочее. Это одно дело. Там же был прикол в том, что он поставил его перед фактом, что он уйдет. Я бы тоже, типа, сказал, вы что, ребята, вы можете как угодно ко всем относиться, что Герман, что Стас, ФК Деньги, что Джека. Это люди, которые создают площадку, на которую, попадая ты, имеешь хороший шанс для себя развить себя отдельно даже от этой площадки. У тебя есть, типа, медиаполе, тебя видят. Я не знаю, прочитай стихотворение с интонацией так, чтобы тебя запомнили, блядь, и в твоем инстаграме делай контент, не который ты делаешь, однотипный, а выделяющийся. И тогда к тебе придут твои деньги личные. А эти ребята ничем не выделяются. Все эти блогеры, и на них вообще... Я полностью согласен. Полностью согласен. Я говорю к тому, что Джуси первый человек, который подошел к Женьку и что-то попросил. Ну, это же правда. Ты же согласен, Райзин? Ну, да. Ну, он ошибся с формой. Ну, типа, не ошибся с формой. Ну, как выяснилось потом из ситуации, что чуть-чуть форма обращения не зашла, видимо. Не, ну, это понятно. То есть, ну, а Женя в этой ситуации полностью прав. Он не должен никому платить. Так нет, мы-то говорим дальше, что Джуси еще накидал три короба, Женя. Но я не знаю, это опять же, это какая-то ошибочная, на мой взгляд, ошибочная тема с модой на вот эту, как будто бы искренность. Когда ты будь искренен, накидай кому-то еще в спину какой-нибудь фигни, расскажи, и потом это все превращается в какую-то жуть. Вот, Стас, как раз говорил... Ты думаешь, в медиафутболе есть искренность? Ну, то есть, то, что все искренне что-то делают? Нет, вот, подожди, я могу сказать за себя. То, что я вижу вообще вот в Тудрот, именно в Костяке и в Концепции, я тоже там для момента подводил там и Белки, я говорю Белка. Ну, просто я-то знаю внутри весь рынок, я знаю, кто сколько зарабатывает, типа. И мне всегда это вызывает у меня улыбку. И я всегда закидывал, типа, бля, типы-то, ну, давайте там Твич, туда-сюда, что прикольно. Ну, что вы... Я вижу же, людям нужны свои бабки. Я как бы вот эту вот тему подгонял, что, ребята, ну, вы на серьезном денежном потоке, который где-то там обособлен от вас. Они это понимают. У них, типа, концепция все равно есть суперблагодарной за то, что они вообще в этой истории. Потому что для них это реальная семья. Ну, то есть представь себе, когда у тебя есть перспектива быть вообще nobody, и непонятно, как твоя жизнь сложится. И когда ты уже, как бы то ни было, выделяешься на фоне огромного числа людей, там люди искренне, типа, за команду. И им там никакими разговорами и подводками ты не подкупишь. Там многие действительно хотят играть просто как за бренд, но на данном этапе своей жизни. Может быть, когда они повзрослеют, и у них появятся другие какие-то ценности более важные. Потому что тот же Эд, допустим, у Эда уже дети есть, понимаешь? То есть, если ты ему вопрос какой-то задашь, связанный с деньгами, благополучием, он на него может по-разному. Ну, не так ответить, как, допустим, Хул или Белка. Но сейчас я тебе хочу сказать, что там люди, они искренне, типа, за Тудроц бегают, как за команду и как за бренд. Не с деньгами там вся эта связь. Слушай, ну, а с другой стороны, ну что сейчас современным блогерам, да, именно футбольным нужно? Ну, все же реально ищут БКшку себе и все, типа, и думают, что жизнь удалась. А потом два месяца БКшка существует у людей и все, и все это заканчивается. Это же так сейчас происходит. По факту, не, вот просто тут многие в комментариях пишут, что там Брейн на двух стульях пытается усидеть, еще что-то. Я хочу разграничить насчет того, что, во-первых, то, что медиафутбол действительно превратился в то, что все обсуждают лишь деньги, да. Но вот первый момент, то, что никто не должен лезть в деньги Женька, в деньги Германа. А по поводу Джуси второй момент, то, что он первый человек из Тудроц, с которого есть яйца, который подошел к Женьку и что-то сказал. Вот, потому что я знаю ситуацию изнутри. Вот это мое мнение. А, то есть ты считаешь, что этот вопрос давно у пацанов назрел, у многих, да? Да, блин. И вот смотри, Брейн, вот давай по-честному. Вот эта история, никто не должен лезть в бабки, это медиафутбол. Мы здесь должны во все лезть, типа. В этом смысл этого медиафутбола. Слушай, ну вы, я просто, я типа не отношусь к комментаторам и к тем, кто записывает видосы о том, какие скандалы есть и какие-то что. Я дико уважаю тебя, да, и Егорова, но, типа, вы же подключили меня, чтобы услышать мое какое-то мнение. Да, да. Я считаю то, что в деньги Женька, в деньги Германа, во все это, ну, то есть, во-первых, они тратят свои нервы, когда они все это читают. Но это же так и есть, то есть, ну, когда у меня, допустим, ну, там скажут, Брейн миллион зарабатывает в месяц. Ну, типа, а я такой сижу, считаю, открываю свою карту, а там миллион двести, типа, и буду думать, типа, с какого черта, типа, они думают, что миллион я больше зарабатываю. Ну, я имею в виду то, что смысл лезть в это все, в это нет смысла лезть вообще никак. А то, что Джуси первый подошел, ну, типа, я знаю ситуацию изнутри, и то, что, я знаю то, что многие хотят денег, и многие хотят денег не в Тудросс, а везде, и в Амкали. То есть, ну, а кто не хочет денег, давайте честно, 21 век на дворе, все хотят денег, но все хотят денег легким способом. Это самая главная ошибка. То есть, Джуси нашел для себя легкий способ, да, по факту. Он реально может создать канал, он может сделать все, что угодно, да, для своего развития. Он пошел этим путем, попросил у Женька, хотя никто не просил у Женька денег никаких, да, то есть и все, как бы, он получил свою порцию и хейта, и хайпа, и еще чего-то. Просто для меня это прецедент, реально. Ну, согласитесь, это все сейчас обсуждают. Ну, типа, кто ему, как за секи, переговорили два месяца назад? Ну, согласен, для меня тоже прецедент, как люди, которые одевают, типа, шмотки Диор, Прада там и прочее, но не ходят в брендах, просят 70 тысяч. Бля, тогда уже подойди к Жеке и скажи, дай мне, бля, 300 тысяч. Я удивлен с цифрой, бля, какие 70 тысяч. 70 тысяч в Москве погоду для блогера не поменяют. Хотя бы цифрой, когда меня ничего, типа, не триггернуло, кроме цифры. Я думаю, бля, ребята, вы вообще понимаете, какие потоки рядом с вами ходят, что вы просите 70 тысяч? Не потоки, а сигналы. Сигналы разные. Сигналы базар, мы на них. Слушайте, ну а по поводу сигналов, слушай, я больше чем уверен, что все прекрасно понимали, что они рекламируют, это во-первых. Но в этой ситуации мне жалко только Эда, потому что Эд тот человек, который все как бы и признал, и извинился, и понял, да? То есть это мое личное мнение, опять же, да? А по поводу, ну, зашкваров, ну, конечно, это зашквар, каждый из нас понимает, что это зашквар. Но, как бы, блин, ну, для меня, как бы, есть понимание, когда человек понимает это, а когда человек не понимает этого. Это это понимает, Богдан это не понимает. Мое личное мнение. Ну, может быть, просто... Там Джуси еще высказал одну теорию, не знаю, ты слышал или нет, что Жека все прекрасно тоже понимал, всю ситуацию. И до того момента, как ситуация не стала явью, и пока в том числе там были какие-то траблы там с Джуси и со всем остальным, что, типа, Эда и Богдана не дали им совет вовремя, а очислили только тогда, чтобы, там, на какое-то время, чтобы, типа, от них на время просто откреститься. Вот, это Джуси высказал теорию. Слушай, я как раз с Женей общался два дня назад, и, как бы, я, ну, сказал свое мнение тоже по поводу того, что ему надо быть более решительным по отношению к ребятам. Его все воспринимают как отца семьи, грубо говоря, да? То есть, а он в некоторые моменты, может, стесняется им что-то сказать, да? Может, пытается не лезть в их дела, может, пытается сделать так, чтобы они заработали, да? То есть, естественно, если бы он сказал это на зарождении вот этой ракеты, да, то ничего бы этого не было, и мы бы это вообще не обсуждали. А там человек и замкало, не замкало, там куча человек, и в комментариях писало. И мы, там, я в первый день, по-моему, когда они только рекламировали, я прям написал пост, типа, пацаны, зачем вы это делаете? То есть, ну, без всего, там, после этого прошла, там, неделя, по-моему. Вот. И, ну, как-то, был же такой ажиотаж, ну, хотя, может, просто времени не было, я не знаю. Но видишь, как вот Джуси такую теорию представил? Потому что, по факту... Конечно, мог. Слушай, ну, давай будем честны. Он владелец канала, он все это отслеживает. Конечно, он мог им сказать. Ну, это логично, то, что он мог это сказать. Но, значит, не посчитал нужным или просто пропустил этот момент из внимания. А потом, когда пошел ажиотаж, когда пошел негатив, естественно, он решительным словом своим закрыл эту тему и сказал, ребята, на месяц, на два, на три вы, как бы, катапультируетесь с канала. И это абсолютно нормально. Это лучше, чем ничего не сделать. Если бы он ничего не сказал, то есть, ну, это был бы другой вопрос. Все бы спросили, а что Женек ничего не говорит? А по факту он все, как бы, ну, сказал и сделал. То есть, если бы у него было, ну, как бы, побольше времени, да, то, ну, мне кажется, ему посоветовали так сделать. Я больше, чем уверен. Слушай, я так понимаю, что в любом случае Тудроц на пользу пойдет, да? Ну, то есть, в том плане, что сейчас как-то будут, в том числе и чувакам. То есть, по факту, Джуси кикнулся, но каким-то чувакам из Тудроц, возможно, сейчас будет больше какой-то движухи, больше челленджей на деньги, чтобы это не приняло массовый характер. Ну, представь, завтра подходит, хорошо, что-нибудь другое, уже все не про тебя. Завтра подходит, например, Бейб, Белка, еще кто-то, и говорят, Джек, мы тут подумали, как бы, ну, пора. Вот, и это может привести к такому... Ну, то есть, Джуси, он такой, как ящик Пандоры открыл, по факту. Слушай, ну, он на всем Ютьюбе ящик Пандоры открыл, и сейчас все это обсуждают, и сейчас просто, ну, что-то новое зародилось. Но Джуси в этом не виноват, Женя в этом не виноват, Герман в этом не виноват. В этом виновата команда на спорте, где есть руководящий состав, который вкидывает просто не пойми, какие деньги, не пойми, на что, не пойми, для чего. Если бы они делали все грамотно и языком своим не мололи, сколько они кому платят, что они кому делают. Вы представляете, в умах людей, которые за нами следят, да, за блогерами, когда люди узнают, что, там, ты получаешь 400 тысяч, ты миллион, ты миллион двести, да, ты два миллиона, ты триста тысяч, то есть, ну, ты представляешь, что в умах 14-15-летних людей происходит? То есть, ну, а ящик Пандоры открыли, открыл не Джуси. Я не согласен с тем, что на спорте, они же не афишируют зарплаты сами. Приходит условный прокоп к нечаю и прямым текстом говорит, вот, там, 500 подъемными, там, или 700 подъемными и 500 зарплаты за первый месяц. Витя Блатов говорит, мне вот они столько предложили. Еще, типа, там, Коля Лакер тоже, там, они же сами, это не на спорте говорит, на спорте говорит, так, чуваки, вот мы вам предлагаем такие-то деньги, но не скажем сколько. А сами пацаны рассказывают об этом, в том числе и друзьям рассказывают. Слушай, я работаю, ну, как бы в футболе, да, у меня есть, как сказать, то есть, ну, бэкграунд, да, какой-то, и если человеку говорят не афишировать свою зарплату, да, и не говорить об этом, он не говорит об этом, значит, это упущение сотрудников на спорте, которые дозволяют людям говорить об этом. Может быть, это было вкинуто в беседе, еще где-то. Если на спорте хотят себя позиционировать, как сильная команда, которая хочет именно развиваться, что-то делать, то не принято говорить о зарплатах. То есть, все только могут догадываться, то есть, какие у кого зарплаты. Ну, вот, профессиональные футболисты в Локомотиве, в ЦСКА, в Спартаке, что они говорят об зарплатах? Не говорят, конечно. Да, инсайды всегда есть. Нет, инсайды, они не приходят на интервью и никогда не говорят, у меня зарплата, вот. Привет. О, здравствуйте. О, еще один игрок ФК на спорте подъехал. Какой на спорте, брат, тут рост на сердце. Он такой всегда довольный. Он прямо вот так выявляется, у меня сразу улыбка всегда. Я понимаю, что мир прекрасен. Ты писал для того, чтобы тебе ты вообще не на деньги ходишь. У тебя, типа, ты бы даже, ну, даже без профессионального футбола, ты бы никогда даже не задумался о том, чтобы попросить за съемки деньги или еще за что-то. Ну, да. Сейчас, секунду, Пантера, я тебя перебью. Пантера самый честный, самый добрый, самый искренний человек, которого я знаю. То есть любому его слову можете верить. Вот железка. Мы в этом не сомневались. Ну, даже до футбола, когда я деньги не зарабатывал, ну, я не просил деньги у Жеки. Он мне дал подписчиков, и я ему безумно за это благодарен. И я этими подписчиками сам распоряжаюсь. То есть у меня там есть, был, то есть один XB, я его взял, там, рекламировал, там, до поры до времени. То есть Жека не должен никому не платить, то есть никому платить, потому что он просто каждого вырастил, дал подписчиков. Ну, ты пользуешься этими подписчиками. Я считаю так. Просто знаешь, тут история такая. Татата! Да, и пользоваться этими подписчиками, это такая большая иллюзия. Ни хрена вы ими не будете пользоваться, потому что из 10 выращенных 8 одинаковых. А 2, острающихся, типа. И эта история в том, что это все равно большой конвейер. Но тут обратная сторона. Эти блогеры, которые могут сказать, да я уйду, да боже, типов, которые вчера ногу сломали, играя в локомотиве, и которые заменят вас через день и будут бить в 2 раза лучше, а еще и покрасят себе не только голову, но еще что-нибудь, найдется завтра 3, бля. На ваше место придет еще 10 таких же, как вы. То есть незаменимых элементов нет. Тудротс уже все, их не потопить. Это бренд, который будет сам на себя работать. Человек зайдет и посмотрит, потому что он знает, что это Тудротс. Так же и с Амкалом. Ты создаешь имя, которое работает на тебя, это факт. Они у истоков были, они с этого лутают профит. Поэтому это обреченность всех футбольных блогеров. Вы проебались не когда вы пришли на YouTube футбольным блогерам, а когда вы в школу не ходили. В этом главная проблема. Поэтому вы обречены, вы не будете зарабатывать. Я думаю, Райзену просто можно эфиры вести, а нам можно просто молчать. Да, да. Ну да. Тём, что у тебя там вообще, кстати, с карьерой? Ну, все тяжеловато, но и что. Я пока просто болел. Вот у меня перед сборами я заболел. И такая тема, что у меня там какие-то показатели повысились. И с ними тренироваться нельзя. И вот так месяц я просто пролежал на кровати и вообще ничего не делал. А что за показатели? Ну, ума, кровь или что? Я аж заболел. У меня там инфекции поймал. Две инфекции, один вирус. Там все тяжело было, короче. Там горло сильно болело. Там дышать не мог. Вот все дела. Ну, короче. Ну, и все. И из-за этого я пропустил сейчас первые сборы. На вторых буду лететь. Как ракета? Как ракета. Брэй, все, успокойся, уже хватит. Телыш, ну ты легенда просто. Мы желаем тебе, чтобы ты попер вперед. Я тоже. Простой или не вратой. Как раз у них сейчас там обновляется команда. Ну, да. Брата, чтобы в футболе шло, заканчиваем Марвел вот эти истории смотреть. Все вот эти ваши человек-пауки, они, понял, они мозг убивают. Я вижу эти истории, просто я пошел на Человека-паука третий раз за неделю. Думаю, вы что? Ты пойми, ты понимаешь, в чем прикол? Ты должен стать одержимым. Типа не для Инстаграма, понял, а для себя. Есть один вариант в этом. Ну, типа, есть один вариант развиться в футболе до такой степени, чтобы стать игроком, на которого смотрели. У тебя, типа, должен быть бзик вот здесь вот. Все ты должен быть. Он и есть, брат, конечно. Я вот только на футболе сконцентрирован. Для меня вот съемки – это хорошее времяпрепровождение. То есть, отвлечься от чего-то там плохого, тяжелого. То есть, я снимаюсь там, кайфую, общаюсь с пацанами, и мне этого хватает. Ну, типа, зарплата, мне кажется, она потом придет. Типа, у тебя есть подписчики, но вот пользуйся ими. Для меня это просто хорошее времяпрепровождение. Пользуйся, снимай контент, да, если ты хочешь. Ну, да. То есть, у Джуси есть все качества, чтобы там стать, допустим, вратарским блогером номер один. Круче Спирякова? Может, даже круче Спирякова время идет. Ну, вопрос, готов ли он будет, как Спиряков мучиться целыми днями, договариваться со всеми клубами, ездить туда, снимать, там что-то монтировать, потом еще день туда, на тренировку в знамя, с тренировки еще куда-то. Опять же, все это не просто в кружок записать, а реально подготовить контент. Для этого нужно как Спиряков закончить университет, выучить английский язык и уметь еще эминемо зачитать так, что не отличишь поезд, не забывайте про это дерьмо, это тоже очень важно. Подожди, вот тут момент с Джуси и прочим. Меня сейчас такой тренд, короче, немного напрягает. Давайте вот без кепок поговорим, все люди, которые в медийном футболе бегают, да, то есть большая часть, это не футболисты и не будут иметь, типа, это мы смотрим подобие на футболистов, типа, история о том, что я в детстве хотел, дайте мне хотя бы побегать в команде. А сейчас у меня есть такой человек, как будто бы, ну, они уже заморосили до такой степени, что чувствуют, типа, их уровень подходит к околопрофессиональному. Нет, там разрыв. А можно, можно я тоже выскажу? Да, да, да. Потому что у нас футбольная команда, да, Сахалинец как бы, мы сейчас заявляемся во вторую лигу, да. Во-первых, все команды, которые с нами приезжают играть, это Химки М, то есть это вторая лига, Знамя Ногинск, вторая лига, то же самое. Они приезжают и думают, что они играют с блогерами. Знамя Ногинск мы выиграли 2-1, Химки мы выиграли 2-0, и все команды приезжают, о, мы с блогерами играем. С нами даже две команды отказались играть, потому что нет, с блогерами мы играть не будем. И уровень блогерского футбола, и уровень нашего, допустим, у Крапа, старшего, в Амкале, Ник, ой, не Ник, этот, Кликуха, Майк Вазян. Типа он там всех возит, да? Серьезно? Я такого не слышал, когда был в Амкале. Ни разу не слышал про Майк Вазян. Слушай, короче, этот, но Майк, Майк, к нам бы в состав, даже в основной, ну, думаю, там, может, в запасе бы он попал. То есть он был у нас, да, потом, как бы, он травму получил, как бы, не смог доказать после сборов, грубо говоря. То есть, ну, он молодец большой в плане того, что он пошел дальше, то есть ему все пошло на пользу, да? К нему вопросов нет, он на нас высказывается всегда хорошо. То есть, но объективно, если сравнивать уровень блогерского футбола, лучший футбольный блогер, который, там, играет за кого-то, он, скорее всего, не пройдет команду второй лиги. Вот то же самое Джуси, да? Потом этот Маменко, вратарь, да? И они там все хотят куда-то на сборы отправиться, да, во вторую лигу. Но я не уверен, что они пройдут там даже третьим вратарем. Вот я буду объективен. То есть, я буду говорить со стороны футболиста, ну, то есть, футбольного эксперта. Я тоже буду объективен, опять же, без обид для кого-то, но, условно, я помню, там, как мы тоже, или просто, там, смотрю, чуваков, которые играли даже на тот же КФК, если там, опять же, не хотелось бы здесь говорить, там, про рост и так далее. Ну, там бывают в КФК такие вратарищи, просто машины, которые там, он ростом два метра, мощный, прыгучий, все четко, везде все выйдет, все выходы заберет. Ну, здесь, к сожалению, и мы же в том числе это видели по игре Соколинца с Амкалом. То есть, у меня было такое ощущение в первом тайме, при том, что Амкал очень хорошая команда. То есть, там, я прям фанат некоторых футболистов, которые есть в Амкале. Ну, как они играют, ну, на этом уровне, условно. Но, все равно, у меня было четкое ощущение, чтобы, если вы захотели, вы бы могли забить, там, два или три еще. Слушай, ну, у нас, буду честен, у нас игра, минус один, это я, то есть, грубо говоря, играл. Глеб в защите Кудрявый, это кореш Литвина, да? То есть, я не... Да, Даня Мясников, Суба, то есть, мы сделали три состава равноценных, да, грубо говоря. Ну, то есть, естественно, если бы вышел, там, Рубцов наш нападающий, да, сразу же, да, там, и отыграл весь матч, и мы полностью составом вышли, скорее всего, счет был бы другим. Но мы же делаем момент для зрителей, да, у нас же не было цели выйти там, у нас нету злобы к Амкалу никакого, да, то есть, никакой. У нас нету злобы к Тудроц, никому нету злобы, но шоу получилось, да, действительно прикольным. Неразогретым, но оно было неразогретое, я помню прекрасно, Дим, твои слова, то, что, типа, ну, вот, типа, состоялся матч и состоялся, то есть, просто матч в копилку, грубо говоря. А неразогрето только из-за того, то, что мы получили подтверждение о том, что матч состоится за двое суток до начала этого матча. Не потому что я в отпуске был. Ну, это только из-за этого. А про уровень футболистов, ну, просто я не знаю, откуда футболисты-блогеры такого самомнения о себе, что, типа, их капец везде ждут. Во-первых, российский футбол не приспособен для того, чтобы как-то развиваться за счет блогеров, да. Ну, блин, было бы прикольно кого-то брать на сборы, что-то делать, то есть, взаимодействовать с блогерами, да, и делать из этого крутой ивент, да, чтобы всем было хорошо. Никому это нахер не надо, извините, да, то есть, мы двигаемся сами по себе, РПЛ, ФНЛ, они двигаются сами по себе. Сколько бы ни пытались договориться, ну, там, клубы между собой, этого не получается. Яркий пример тому футбольный клуб «Красава», да, который, как бы, ну, они сделали крутую трансляцию, 12 камер, все дико круто, да, то есть, снимают сериал о футболе, ну, а по итогу, ну, как бы, камон, я не знаю, во что это превратится. Женя большой молодец, что за это взялся, но, я думаю, без камер, без всего он скажет, ебал я в рот этот российский футбол, это ужас, вот что будет, это сто процентов. Так он с этого и начал, как раз, что он в рот долбил этот российский футбол, поэтому я делаю что-то новое. Ну, Пантер, вот скажи вот честно, как ты считаешь, вот в блоге, ну, возьмем там, ну, может, Джуси, может, кого-то еще из ребят, ну, даже не то, что Джуси, а кого-то еще. У меня, кстати, в телеге проголосовало за то, что Джуси в ротарь для FNL 1 и RPL 30% человек или 25%, я не помню. Ну, не RPL, не FNL, я думаю, PFL может потянуть. АПЛ, да. Да, АПЛ, конечно. Да. Не, ну, PFL может потянуть, почему нет? Нет, но это тоже, ему нужно будет время адаптироваться к этому, ко всему. Он сейчас не придет там в какой-нибудь клуб, не знаю, PFL, он не будет лучшим поначалу, потому что к этому надо привыкнуть. Ну, допустим, Сахалинец. К этому надо привыкать, конечно, когда тебе там, не знаю, ну, не буду никого обижать, кто-то из блогеров бьет, ты будешь тащить. А когда профессиональный спортсмен бьет, это совсем другое. Ну, факт. Типа, типа, ну, я не знаю, кстати, может быть удары лучше, там, может, у какого-нибудь Крапа, чем у вас у кого-нибудь в Ростове, например, да? Но при этом уровень там и динамика, все вообще другое. Ну, короче, каким должен быть когда-то этот блогерский футбол, получается? Ну, получается, мы должны плодить больше угара, больше контента и меньше уходить вот в этот какой-то профессионализм. Короче, мы сейчас на каком-то такое ощущении перепутье, мы не понимаем, где деятельность. Вот надо золотую середину найти. Да нет, просто знаешь, что должно быть? Должен быть, короче, костяк, вот как организаторы. Это как фирмы, понял? Вот фирма собирает себе бойцов на сезон, можно с драфтами. Я не понимаю, почему нет системы драфтов. Это хрень, типа, привязка игроков. Пускайте 40 человек, и там, допустим, у нас на весь медийный футбол 10 суперзвезд, которые распределяются пиками по командам. Там, условно, есть какая-нибудь система закрытого. В общем, нужно именно формат пиков еще подводить, чтобы интерес был у МКС, а не так, что одни типы понаберут Прокопа, Майка, и это уже, типа, ну, слишком жесткий буст, потому что у тебя на медийных позициях играют люди, которые в футбол играть умеют. Понимаешь? Это они сейчас реально без гики имеют. А у нас, получается, все хотят сначала, чтобы бегали одни блогеры, но ты прикинь, если таких одиннадцать, как я, придурков, бегать. А, то есть ты имеешь в виду драфт, то есть определенная группа людей, да? Да. Которая, и вот, допустим, в прошлом году, в четверке, допустим, или в тройке, на спорте Тудрот, Самкал, тот, кто хуже всех выступил, тот в следующем году берет первого номера драфта. Да, да. Для сравнения. Кстати, хорошо придумано. Всех игроков, Багдасаров туда, с отборочных, кто людям понравился. То есть, понял, все туда напихивают, там будет десять суперзвезд, которые в первых пиках разберут, а все остальные будут планомерно уходить к типам. Все. И играйте. И будет как бы, вот фирма, вот есть там Тудротс, есть Тамкал, которые, собственно, им без разницы, кто у них игрок. Главное, что за команду выступают. И тогда это будет смотреться. Но на это никто не пойдет. И в эту среду должна заходить, может зайти какая-то новая команда, которая предоставляет, например, финансовые гарантии на год. Да, да. Которая сможет ездить. Понимаешь? Это будет интересно. Сама подводка интересная. Весь сезон можно проводить. Так и соревнования. Ну, видишь, у нас же люди смотрят, типа, не так глубоко. Можно это родить. Причем соревнования, какие-то турниры можно проводить в других городах. Например, какая-нибудь Казань, например, хочет, чтобы приехали провести блогерский турнир там. И эти блогерские команды там размещаются в каком-то отеле и играют в течение там пяти-шести дней этот турнир. При этом параллельно еще происходят какие-нибудь там коллабы, может, там с Рубином или еще с какими-нибудь там вещами и так далее. То есть это все финансируется, допустим, Татнефтью, например, которая выделяет в том числе средства для того, чтобы... Ты вроде так ездил, да, уже куда-то со сборной России? Нет, со сборной России это одно. Со сборной России-то я еду, и мы там даем школьные уроки. Школьные уроки. Кстати, отличная тема. Я кайфанул. Я понимаю, конечно, что я заработал за это. Я, типа, не скрываю, что я заработал. Ну, заработал, во-первых, не какие-то там сверхъестественные деньги. Ну, так 300 взял. Да, мне было реально прикольно, что я приезжаю в какую-то бугульму, где гостиница хуже, чем... Вот у меня друган иногда звонит из тюрьмы во Франции, из Марселя. Вот. Не буду говорить, чтобы это... Болельщик в спорта аккаунт до сих пор сидит? Я не буду говорить, он ли это, может, нет, не знаю. Ну, да. Я сидел просто там после Евро. Сидит и не только он, может, звонит и не он, а другой какой-то человек, неважно. Ну, в общем, неизвестно, кто звонит. И тюрьма во Франции, я тебе отвечаю, вот именно номер тюремный, она в 15 тысяч раз лучше, чем этот отель в Бугульме. Такое ощущение, что отель в Бугульме, это вот... Если человека из Франции посадят в этот отель в Бугульме как в тюрьму, он подаст петиции во все эти, во все комиссии по правам человека, потому что это ужас. А он сидит там, смотрит, у него все чемпионаты, чуть ли не включая российские, все каналы, все антенны, своя кухонька и так далее. Вот, ну, это все равно ужас, конечно, но тем не менее. И в этой Бугульме реально чувакам, которым не хрен делать, приехала там условная сборная, и они видят там одного из Амкала Егорова, который там, типа, ну, не самый известный футболист этого Амкала, и они бегут прям этой гурьбой полгорода туда бежит. Это реально очень круто. И если там та же какая-нибудь Татнефт придумает такую же поездку для команды блогеров, это будет вообще главное событие в каком-то из городов. Но опять же, к этому нужно приходить, и для этого должна быть чистая репутация у всех, понимаешь? То есть если кто-то, если одна команда рекламирует условно, там, к сожалению, что опять сейчас не будем вспоминать, кто это делал, ракету, то в какой-то момент им скажут, «Эй, чуваки, они там вообще-то вот людей, и лучше этого не надо делать, и лучше не надо с этим связаться». Поэтому нам всем нужно для того, чтобы развивалась, по-моему, ну, на мой взгляд, для того, чтобы развивалась вся эта движуха, нужно какие-то определенные, в общем, чеки хранить свою, грубо говоря. Ну, если населённые такие вещи, гостарства ходить, да. Ну, то есть, вот что ты видишь, вот 2022 год, пока только, ну, какие-то интриги, скандалы, переходы, уходы? Ну, как и, да, интриги, скандалы, переходы, уходы, но в какой-то момент, во-первых, нужно посмотреть, какой прорыв у Амкала будет в Европе. Станет ли эта история реально международной? Потому что, когда у тебя выезжает целая команда блогеров, условно, в Лондон, и то вся эта команда блогеров, вот если бы старый Амкал, условно, выехал в Лондон, где было больше блогеров, да, то там можно было бы наделать такое количество контента, что весь российский телек просто офигел бы, например. И сейчас, когда там, если Амкал поедет в Лондон, там непонятно, к чему это приведёт. Может, к матчам между, там, я не знаю, международными. Ну, да, у них же там есть. Кстати, я в Лондон, это, в Британию визу делал, поэтому, Диман, если вы поедете, я с тобой поеду. Скажи мне, пожалуйста, а ты оператором поедешь? Ну, просто буду ездить, да, там, Амкал. Герман смотрит, да, трансляции такой, там, знаешь, вот этот список, где, там, Егоров внизу зелёненьким был, под вопросом, потому что он играет. А вы как два болельщика поедем, будем там. Да, и сейчас... Давай, Амкал, вперёд, глядь. Ты сейчас просто красной ручкой вот так вот вычёркиваешь. Я буду один на трибунах сидеть, смыслить, давай, Амкал, вперёд, за Россию, глядь. Мы Амкал. Я за трудосерцем, но за Россию Амкал, глядь. Слушай, ну это же, получается, международный уровень, это очень круто, это же реально представлять Россию, это прецедент, по сути, будет на мировой арене. И когда это будет представлено на мировой арене, непонятно, как поведут себя те же, поведут себя определённые рекламодатели. То есть те, кто ещё не раньше мог смотреть, типа, фигня, может быть, кто-то завтра обратится к Райзену и скажет, Тём, нужно срочно создать медийную команду, вот такой-то тебе бюджет, вот такие-то возможности, вперёд. Слушай, ну я буду дико рад, если будет медиафутбол развиваться в том плане, то, что вот сколько зарабатывают блогеры, да, столько они и вкладывают, да, пытаются это всё как бы превозносить, делать круче, то есть не только по видеоформату, но и что-то новое. Ну давайте честно, да, то есть, ну, многие форматы себя изжили, то есть мы смотрим только из-за того, что мы смотрели раньше, то есть там те же штрафные на стрижку, ещё что-то, да. То есть, ну, по сути, ну, что нового? Ну, вот что нового? А что новое, это, более, может быть, скажи. А что ты можешь новое придумать? Это игра, это мяч и ворота, мяч и ворота. Что нового там может быть? Да вот новое то, что мы сейчас сидим и обсуждаем трансферы, у кого сколько бабок, этого не было, в этом вся суть. Это факт. У нас есть разговорный контент, который можно делать из обсуждения. Раньше ты не будешь собираться, раньше бы ты не собирался вчетвером и не обсуждал бы, почему панда FX в штангу попал, а мяч летел в перекладину. В частности, почва для обсуждения, ребята, вот в чём весь прикол. И когда люди переходят и делают всякую херню, это создаёт наполненность этого комьюнити. Нужно продолжать. Коваль совершил прорыв, бля, это меньший прецедент. Ты помнишь, как бы это прорыв, это... Да, в гостинице, где ты меня не пускал, Егоров меня заставил ночевать на Марсовом поле, потому что якобы я больной был ковидом, бля, я шастал по Питеру. А когда он услышал то, что Коваль, короче говоря, перешёл в Тудроц, он говорит, заходи, сейчас запишем подкаст, бля. Но было не так немножко. Но было классно. Бля, вот помнишь, как мы ездили ещё по... Вот кайф, короче, вот в этом перемещении, создание какой-то постоянной информации, понимаете? Не надо тут на какие-то аспекты обижаться или сильно уходить в негатив. Наоборот, это создаёт движение в комьюнити. Пусть все друг друга шлют, пусть потом мирятся, потом опять расходятся. Должна быть почва. Вот что, наполненность. Не нужно этого, типа, ну, наоборот, это пресекать. Ну, то есть ты думаешь, что до этого Ютюб был немножко скрыт от всех вот этих работ? Конечно, вообще. Конечно, его даже никто не обсуждал, типа. Такого формата не было. Ты пойми, сколько вообще инфоповодов, вот сейчас Тудроц, не делая ничего, дарит миру. Вот эти одни уходы. Вон, Дима на этом карьеру построил. Что, Дима, у тебя просто, ну, карьера на чужих судьбах. Каких судьбах? Ну, посмотри, Джуси Кипер, ты что с ним сделал? Куда он тебе поедет? Я тут при чем вообще? Я вообще о нем думать не мог. А когда подумал... Я смотрю какое-то видео, и мне говорят, ты на меня обиделся, потому что я не хотел к нему на интервью. Я думаю, ты что вообще? Что это за хрень? Ну, все, надо раздействовать. Мне так, как не стало, что я там, типа, бегаю за каким-то джем, о котором я даже не думал. И, типа, обиделся, и такое, типа... Ладно, Диман, я не хочу вспоминать, как ты меня из Амкала кипнул, честно, вот этими роликами, поэтому я даже не хочу это вспоминать. Ты кипнулся из Амкала сам, гад. Ты сначала кипнулся, потом ролики были, хмырь. Не, ну с Димоном вообще опасно что-то лишнее сказать, а то тоже можно быть объектом потом для этого... До браки! Нет такого. Вон Пантерсков говорил, ничего не сказал. Это, на самом деле, это важный аспект, что появился вот этот вот лесник, короче, в лесу. И дятлы теперь не могут просто так повсюду, типа, все деревья ломать без последствий. То есть это важная вещь, что есть человек, который в любом случае какой-то резонансный момент поднимет и даст широкую огласку. Это сделает комьюнити чистым. И при том, что сейчас в том числе этих людей, их будет становиться больше и больше. И в том числе, когда ты кого-то обличаешь, ну или что-то о ком-то говоришь, правильно? Ты должен понимать, что ты в этот момент тоже должен фактически подавать информацию, ну пытаться их во всяком случае. Потому что найдется другой человек, который точно так же тебя проконтролирует, и на тебя будет хейт потом x10. И всегда это в голове нужно держать. Если ты на кого-то гонишь, то всегда должен понимать, что тебе потом может x10 прилететь. И эти люди, ну получится, что они себя контролируют. Слушай, а вот ты скажи, вот ты реально кайфуешь от этого профессионального футбола в Сахалинске? Слушай, ну это кажется со стороны из-за того, что мы ничего не выпускали, ничего не делали. У нас три отснятых ролика, да, которые как бы, ну, хорошие по уровню. Я кайфую от того, что мы создаем это с нуля и пытаемся что-то сделать и что-то изменить. Я кайфую от того, что Миша заинтересован в том, что за свой личный счет у нас фонбет появился только три месяца назад. И я не знаю, что будет дальше. То есть будем мы продлеваться, не будем. И об этом, ну, пока не знаю, короче, что будет. Круто создать что-то с нуля. Круто, когда у человека в голове есть идея о том, чтобы создать футбольный клуб, полностью его спонсировать, набрать пацанов и работать с этим. Это круто. То есть, ну, я всю жизнь, работая в футболе, да, мечтал о том, чтобы вот как-то быть там, допустим, управляющим, делать что-то, да, пытаться. То есть, естественно, это очень сложно. То есть я понимаю, с чем столкнулся Красава, но у Красавы мы даже разговаривали сколько, ну, года два назад. И мы сами говорили, типа, лучше начать с третьей лиги, чтобы прочувствовать все, понять, как это все будет происходить. Потому что начинать со второй лиги это очень сложно из-за того, что, ну, ты не знаешь, как поведут себя футболисты. Ты не знаешь, как, что будет происходить с клубом. Вот если ты создаешь клуб, почему-то, то есть ты блогер, ты думаешь, что тебе будут везде делать скидки, тебе пойдут на поблажки, нифига не так. Когда ты приезжаешь на какие-то стадионы, то, о чем Жека рассказывал, тебе еще там в 10 раз дороже все это объявят. То есть мы нашли какую-то за два года золотую середину и, как бы, ну, рвение Миши к тому, чтобы что-то поменять, что-то сделать. Ну, как минимум, ему респект за то, что он пробует это сделать, да. И то, что он заявил, типа, ребят, мы идем во вторую лигу, а цели и задачи вы, как бы, ну, увидите и узнаете. А чтобы вы понимали, вторая лига это, ну, сколько, 60-70 миллионов рублей. Ну, да, там главный вопрос в том, появится ли линия на вторую лигу, если появится, я думаю, это никогда не так. Слушай, а вот почему вы не хотите набирать ребят медийных? Ну, вот, допустим, там, Турика того же, ну, или Пантеру того же попросить все-таки во второй лигу, типа, в аренду взять и так далее. А футболу профессиональному это не нужно. Пантера не даст соврать то, что там профессиональным футбольным клубам глубоко наплевать на вот эти блогерские истории. Как мы возьмем его в аренду? Как это их упущение жесткое, ты же сам знаешь. То есть, условно, сахалинцу они, условно, не нужны, получается. Почему сахалинцу не нужны? Мы не сможем договориться с Ростовом тем же самым. Мы позвоним туда, они нам скажут, ребята, у нас с Пантерой на два года контракт. Еще раз, еще раз повторюсь, то, что я думаю, то, что мы просто будем звонить, допустим, в Ростов, нам скажут, ребята, у него контракт на два года, типа, вы о чем говорите? Типа, просто нас не воспринимают всерьез. То есть, из-за того, что, возможно, ну, то есть, это наша внутренняя политика, что мы нигде, грубо говоря, не светимся, там, не ходим на интервью. Там Миша не хочет никому ничего говорить, ничего рассказывать, да, то есть, он хочет доказать. То есть, тот же Красава там изначально заявлял о том, что мы будем ездить по городам, делать просмотры. Мы ничего не говорим, и поэтому у нас никакой ответственности. То есть, не то, что никакой ответственности, неправильно говорю, у нас нету каких-то фактов того, что мы должны что-то сделать. Мы никому ничего не должны, мы просто пробуем, а получится или нет, то есть, ну, хрен его знает. Потому что, когда мы создались, команда была создана, то нас все обсуждали, да. Сейчас вся эта история притихла, да. Но через какое-то время, я думаю, через месяц, через два, вот только мы сказали то, что будем заявляться, все начали этот момент как-то, ну, обсуждать как минимум, да. Там, Джуси появился у нас, да, там, на тренировке тоже начали обсуждать. Я думаю, то, что стоит просто посмотреть, как все будет происходить, и все. То есть, ну, тут никто не угадает. То есть, ну, я вижу то, что многие видят в этом проекте, типа, провал, грубо говоря. Вот сделали команду, ну и что, типа, барахтается она и барахтается. Видео нету, никаких инфоповодов нету, никому это неинтересно. То есть, ну, так же на данный момент. Ну, я просто забыл о Сахалите, честно говоря. Вот был какой-то проект, а потом я забыл. Вот, Пантерыч, вот ты как молодой, скажи, ты вот следишь как-то? Для тебя Сахалинец существует в медийном поле вообще? Ну, я про него вообще не слышал в последнее время. Вот в последний раз услышал тогда, когда они сыграли с Амкалом. Ну, вот, да. Тогда я их услышал. Не, ну, с другой стороны, их воспринимают как более серьезный клуб, чем Красава. Потому что вот Красава это все снимают. И многие люди думают, ну, это блогерский футбол. Хоть они играют в ПФЛ. Слушай, я думаю, о нас заговорят, когда вот будет именно матч Сахалинец-Красава. То есть, во-первых, это, ну, будет показаться. Для всех, потому что, ну, там, Миша с Красавой забился на миллион рублей. То, что кто выиграет, кто проиграет, да, там миллион. То есть, да. И я думаю, будет этот прецедент, то есть, этот матч. Просто мы пока не можем по срокам сойтись, потому что у нас сейчас сборы будут полтора месяца, да, и у них будут сборы, то есть, и чтобы подойти в оптимальных составах. Просто там уже блогеров не будет. То есть, там будет реально заруба. Потому что у нас внутренняя, ну, вражда по факту есть. То есть, мы там не любим Красаву, да. Красава там, условно говоря, не любит нас. То есть, в хорошем плане этого слова. И там у нас у обоих Пума, да, и там менеджеры иногда даже звонят. Типа, этот, и говорят то, что, типа, блин, Серег, только что там с ребятами из Красавы общались. Они попросили сделать так, не как у Сахалинца. То есть, и я им звоню, говорю тоже, слушай, только не как у Красавы. Делайте только, ну, вот, то есть, в таком стиле. То есть, есть вот этот вот момент конкуренции. То есть, ну, я не знаю, Красава сказал, что они в пять мячей нас, типа, ну, выиграют. Просто я не знаю, почему все думают, что у нас лохи играют какие-то. Пусть Красава не обижается, но то, что вчера пять, завтра будет, может, уже один, а потом ночь. Но это по сравнению с этим, с этим, как его, с отбором за деньги. Как в первый день 200 платных, потом 70%, потом только москвичам платный отбор, а в конце 12 только этих путевок. Ты согласишься, что к нам, как бы, вопросов нет, да, мы никому ничего не обещали. То есть, одно дело, мы, если бы что-то сказали, то есть, мы будем самой медийной, самой крутой, самой топовой командой, самыми крутыми футболистами, которые будут играть. Мы же такого не говорили. Мы просто, ну да, мы появились, да, у нас больше всего подписчиков. Нет, вы не говорили, что вы будете самым честным в мире клубом, клубом, который соберет исключительно молодых ребят из регионов, клубом, который, нет, 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 нет. Ну вот, поэтому, то есть, ну, какое-то затишье, то есть, ну, это то же самое, как там у Миши, там, с основным каналом. Есть какие-то проходные видео, да, а есть что-то вот, ну, типа, там, машина может взорваться, еще что-то. То есть, ну, мне кажется, то, что еще взорвет. Я, честно... Давай, давай. Я, ну, просто, я вот не понимаю, что с красавой, что с сахалинцем. Когда сахалинец появился, я такой думаю, подожди, ну, в РПЛ, типа, вы не пойдете. То есть, это просто как игрушка, то есть, показать, что вот у меня есть свой клуб, я, там, частный владелец, давайте поиграем в Симс. Ну, могу рассказать тебе первую серию на канале Сахалинец. То есть, ну, то, что Миша играл в футбол до 17 лет, и потом у него был выбор быть блогером, да, либо быть футболистом. Он выбрал блогерство, в какой-то момент заработал репутацию, заработал деньги и решил открыть дело, которым он всю жизнь хотел заниматься. То есть, ну, он и играет же у нас, то есть, у нас нет такого, то, что он, типа, там сидит, дает бабки и все. Ну, понятно, это, короче, такая игрушка, то есть, никто никому ничем не обязан. Ну, базар, да, в этом логика есть. Не, слушай, потом дело бы мы... Слушай, а вот с болельщиками у вас как? Вот, допустим, матч будет со зрителями. На вас же, я так понимаю, в том числе, даже на эти игры особо почему-то никто не ходил. Или я ошибаюсь? Не, ковид был, нельзя было ходить, но если ты посмотришь... То есть, да, то, что, ну, там, народ у нас собрался, да, то есть, ну, понятно, аудитория Миши, да, но, типа, в какие-то моменты шизы, то есть, ну, было понятно, то, что там наши болельщики присутствуют, да, и их немало. Просто момент с ковидом – это первая, да, история. А во-вторых, это же тоже нужно организовывать этих ребят, да, чтобы не было там, ну, чтобы мы выходим там против команды, и там про Ковале что-то орут, еще про кого-то что-то орут. Просто, ну, я думаю, то, что блогерский футбол, он, ну, это придает драйву вот это вот с трибун, там, то, что снич, не снич, там, и так далее, да, но мне кажется, он должен быть, вот, на самом деле, вот, за последние два месяца он стал более дружественным, ну, по факту. То есть, вот, когда Коваль приходил, там все просто, там, и родителей затрагивали, еще кого-то, а сейчас, ну, перешел и перешел, ну, денег захотел, ну, что поделать, то есть, ну... Да, просто МКСа нет, и все. Да, МКСа нет, ты понимаешь, это же тоже вопрос, вопрос подачи, вопрос подачи. Условно, сказал Жека, например, там, про Германа, про сраный ГИФ, да? Угу. Ну, здесь из этого можно было, знаешь, как за два дня у разных людей поспрашивать что-нибудь и раздуть такую шляпу, ну, например, там, доказать, что ГИФ нормальный, что, там, условно, там, пришло кому-то там по 45 тысяч человек, там, или по 50. Нет, ГИФ бомбовый, у меня охваты просто разорвали все. Вот. А сколько пришло с этого ГИФа? Сомни? Да. Слушай, а у меня же новый Инстаграм, ну, как, как всем, тысяч по 45, наверное, по 40. Нет, я единственный просто бомб, чисто на воде, я разбиваюсь на этом Инстаграме. Слушай, я бы, это, ты сам знаешь. Ну, я согласен, да, в этом свой-сво... Когда тебе ни за что кикают Инстаграм, и... А когда тебе его вернут, что случилось? Я думаю, что мне его не вернут. Его уже не вернут. Да. Блин, Бапе жалко в этом плане тоже, то, что его... Там полляба просто, и тоже непонятно за... А, у него увели, по-моему, страницу. Да, увели. Ну, а с Крапом, на Крапу, мне кажется, маленького там тысяч пять подписалось, типа, с ГИФа и все. Мне кажется, на Крапу вообще не подписывались, потому что его и так все знают, ну, по сути. Там, может быть, для кого? Для Стаса, для Кожемяки, это вот ГИФ, ну да, придет 40 тысяч человек, а вот для Крапа нет. Для Крапа максимум там тысяч пять. Ну, вот, Фанте, а для тебя медиафутбол стал более интересным? Вот ты же сам, вот сколько, пять лет? Пять-шесть лет ты уже в этом всем? То есть, ну, тебе интересно следить за всеми этими интригами, скандалами? То есть, ну, вот ты... Бывает такое, прям реально сидишь и залипнешь там видосы? Ну, да, есть, конечно. Я вот сейчас все последние видосы Егорова смотрел, потому что вот интересно, что происходит. Ну, не знаю, это реально очень интересно. Вот так, как вы ведете прямой эфир, там, вы разговариваете, это реально затягивает. Ты, где именно вы? Нет, он ко всем к нам. О, да. Крап, говорит, ГИФ бомбовый был. Завтра, конечно, нет. Нет, для меня и для всех пацанов, которые до этого не делали ГИФа, все отлично. А потому что здесь же аудитория совпадает. Я так понимаю, что Крап же был в ГИФе и Литвина, и очень много сделал, правильно? Угу. Вот, и тот ГИФ, ты больше людей, которые интересуются футболом, не найдешь. Это я не знаю, ты кто должен делать этот ГИФ. Условно, Артем Дзюба, наверное, должен делать ГИФ, чтобы пришла какая-то другая аудитория новая. Или там, условно, Дима Губерниев, например. Ну, что-то в таком духе, да, чтобы черпать эту аудиторию. А мне кажется, что если ты уже зашел на ГИФ к Литвину, то тебе особо никто больше не придет. Ну, тоже верно. Слушай, а тут вопрос, Дима. Вот у тебя вот по Сахалинцу, если начали, вот, ну ты что видишь в этом проекте? Или ты вообще в этом ничего не видишь? Слушай, я, честно говоря, даже не следил. Я видел только, что какие-то дикие адские просмотры были, там что-то много-много тысяч. Вот, но, скажем так, с драматической точки зрения, да, ну, то есть, там, с точки зрения именно как шоу, да? Ну, то есть, он же не подается как шоу. Вот, и поэтому, чтобы там смотреть его, нужно дождаться, там, условно, какой-нибудь второй лиги, чтобы был интерес просто смотреть, там, обзор матчей. Ну, как шоу, то, что, вот, допустим, там, предложение на матчи, да, там, песни, ну, то есть, то, что концерт был. Нет, ну, это, это же скорее, это же, для меня это все проект Амкала, понимаешь, больше был. Брэйн, просто серьезно, знаешь, чего вам не хватило? У вас должен был быть человек, который прописал бы сценарий, бы, расписал бы, как будут выходить серии, чтобы структура была такая, как сериально. У вас серьезный проект, у вас основа профессиональных футболистов, реально, и должно было быть понимание, что за этой серией выходит эта серия, эта серия, прописанный план. Вы бы, если бы, как сериал бы это все, один сезон бы преподнесли, с драматургией всей, чтобы люди с первой серии до последней понимали, что происходит, это бы, мне кажется, намного жестче бы стрельнуло. Ну, это уже тоже поговорило, что это блогерский футбол. Почему блогерский, в документальном формате снимают? Ну, это понятно, но скажут, вот, локомотив такой не снимает, там, ЦСКА такой не снимает, ну, грань, потому что теряется потом. Они знаете, почему не снимают? Это точно так же, как я считаю, что я блогер, хоть я вообще в Инстаграме вот хрен, что снимаю, там, могу максимум, там, два раза в месяц, там, снять ответы на вопрос, все. А так я в основном тренируюсь. Какая разница, кто скажет, типа, если ты дашь новый продукт, который реально будет супер востребованный, и его будут смотреть, какая разница, кто что скажет? Типа, вы не профессионалы, потому что вы снимаете много документалок о своей команде, но это надо быть идиотом, что-то такое сказать. Ну, почему-то все так говорят. Ну, сейчас так и в «Деньги», да, снимают, условно говоря, сериал? Короче, господа, заканчивается это, сейчас нас все прервет, у нас будет время подумать, делать выводы, на ютубчик это все, в том числе, залить, посмотреть, поговорить, пообщаться, обсудить, и посмотреть, что дальше будет. И до следующей недели мы с «Райзеном» сделаем новые сигналы, а завтра будем играть. Типа. Давайте, всем поцелую. Поэтому поцелую, ты всегда даришь счастье. Да, и в 16.30 играешь, Диман, не забудь, в 16.30, все. Хорошо, все, всем пока. Давайте. Давай. Пока.